Дарья Латышева Саров с определенными планами Работать где-то в ресторане или кафе По своему образованию повар-кондитера Но все сложилось иначе Фотография помогла мне познакомиться ближе с городом То есть я начала фотографировать город Я выходила утром из общежития Когда все расходились по работе И город был пустой Брала камеру с собой Просто вот шла и фотографировала город Это было мое увлечение с детства У меня всегда был фотоаппарат, наверное, лет с 14 И таким образом как-то Съемка за съемкой И получилось, что я стала заниматься этим профессионально То есть сначала это было просто на любительском уровне Да, да Это было вообще все подряд Какие-то сходки друзей Природа, погода Бабочки, цветочки, все на свете А потом я подумала, что, наверное, можно попробовать Как-то более углубленно этим Начать заниматься, учиться Ну, вообще изучать И самая первая съемка у меня произошла Ровно 10 лет назад 1 сентября я отсняла девушку по имени Анну Свою ребенком И с этого момента вот прям съемка за съемкой уже начались То есть получается, вы уже прямо ушли в фотографию? Да, да Это прямо стало вот с того момента моей основной деятельностью Курсы, книги, вебинары Дарья изучала основу фотографии самостоятельно Подглядывала за работой известных мастеров Перенимала опыт при любой удобной возможности И очень много практиковалась Так хобби достаточно быстро переросло в полноценную профессию Более углубленно То, что я пришла здесь, именно фотографию Это скорее просто такая возможность Что супруг сказал мне Что я могу просто заниматься творчеством И тем, что мне нравится Я подумала, что мне нравится? Фотографировать Начну, пожалуй, более как-то Основательно в этом процессе себя ощущать Я создала группу ВКонтакте Как, наверное, сейчас все это делают И оттуда начали приходить первые заказы В основном это были мамы с детьми Которые хотели оставить какую-то память О том, какие маленькие дети Хорошие, классные И я ходила с ними на такие фотопрогулки Это были первые работы По прошествии лет появился и контент И какие-то рекламные заказы Съемки для магазинов Чем шире, чем больше у меня появлялось знаний Тем более масштабными становились заказы Потом и выставки, какие-то приглашения Поучаствовать в каких-то конкурсах Областных, например Возапрошлом году моя фотография попала В дом фотографии в Нижнем Новгороде Обучение для фотографа – это постоянный процесс В мире все меняется Фотография идет в ногу со временем Также стремительно Новые приемы, технические моменты и открытия За всем этим постоянно нужно успевать Дарья не боится смелых решений Адаптируя их под конкретные условия Камера с ней всегда и везде Ведь поймать удачный кадр можно и спонтанно Мне в принципе очень нравится процесс Съемочный процесс И фотография как вообще, как явление Поэтому мне очень сложно вычислить что-то одно Вот у меня был период, когда мне нравился Только репортаж И я прям, ну я вообще так кайфовала Я столько там сняла всяких и праздников И всяких там и свадьб и прочего Потом как-то фокус сместился Больше, да, на архитектурное, на городское Такое я стала обнаруживать Что, боже мой, вокруг так красиво И такие здания, и вообще все Вот, и стало больше архитектурного И такого вот пейзажного Сейчас, когда я нахожусь в декрете У меня как-то больше детское Все такое семейное Более камерное такое зажатое Поэтому нет такого, что прям вот Что-то одно конкретно нравится Всегда это вот меняется вместе со мной Уже 10 лет, да, получается, занимаетесь в фотографии Не замыливается ли глаз Уже столько лет заниматься Ну, в общем, по-другому, тем же, да, это фотографии Нет ли какого-то, не знаю, выгорания иногда Может быть, нет вдохновения Поначалу было и выгорание И то, что глаз как-то замыливается Действительно такое наблюдалось Но это просто процесс изучения И профессии, и того, как ты к этому относишься Если все правильно распределять Тогда, получается, в равной степени распределять все свои усилия И на работу, и на то, чтобы успеть искать вдохновение И чтобы все это вместе соединялось Ну, не выгорать, не уставать Получать удовольствие Ну, как следствие Оставаться в нужном тонусе для работы То есть это какие-то приемцы, да? Вы ищете специальные, чтобы вот Нет, почему? Ну, скорее просто менеджмент Правильное распределение сил Конкретное количество времени на работу Конкретное количество времени на обучение На отдых, на семью Все это более-менее стараться держать в балансе Сказали про вдохновение Да Ну, наверное, такой заурядный вопрос Вообще, где фотограф, количество вдохновения Где я конкретно вы Ой, все по-разному Кто-то говорит, что нужно смотреть других фотографов Как-то у коллег набираться того, чего не хватает тебе Но я вдохновение нахожу вообще в других вещах совершенно Это современное искусство Мне очень нравится посещать разные галереи В разных городах Когда я бываю где-то в отпуске Или в путешествии, или в командировке Вот, и как-то так получается Что именно оттуда приходят все идеи На какие-то проекты Или на какие-то съемки И вдохновляюсь через это Фотографии Дарья Латышева Любит использовать световые преломления Блики, мягкий свет Но многое зависит от тематики съемки И настроения фотографа А поймать удачный ракурс Дело насмотренности и набитой руки Это все большая-большая-большая насмотренность Просто есть определенные принципы По которым работает человеческий глаз Как он воспринимает изображение Если мы это хорошо изучили Поняли все правила Все эти золотые сечения И прочие спирали Фибоначчи Можно настолько натренироваться Что чуть ли не закрытыми глазами Просто видеть из чего Можно что, где взять Где взять Что пошире, где взять Где поуже, где подойти поближе То есть это просто, да, уже профессионально Да, это просто взгляд Большое внимание на съемки Дарья Латышева Уделяет созданию комфортной и легкой атмосферы Чтобы человек не чувствовал себя скованно и неловко Получается у нее это Не с помощью каких-то специальных приемов А благодаря природной открытости и искренности А еще потому что Дарья любит людей Без этой главной составляющей Нельзя сделать и хорошие снимки Считает наша героиня Моя задача как фотографа Это очень быстро найти общий язык с человеком Для этого нужно максимально быть простым и открытым человеком Что, мне кажется, у меня получается хорошо Ну и как бы из-за того, как ты располагаешь к себе героя, кадра Ну дальше уже просто все идет само собой Если человек видит, что ты не страшный Что с тобой не надо как-то там держать спину Или как-то там быть напряженным То он, конечно, расслабляется И все идет просто органично так, как оно и должно быть От фотографа очень многое зависит Потому что если у меня были такие съемки Когда я приходила по каким-то внешним обстоятельствам В плохом настроении Или там, допустим, я там не домогала То все вообще шло ужасно просто Потому что ты за рулем, от тебя зависит буквально все Что ты скажешь человеку Как он будет вообще чувствовать себя И будет расположен в кадре Поэтому я считаю, что да В этом плане фотограф очень важно уметь расслаблять героя Я считаю, это вообще первостепенно любить людей Потому что если ты не любишь Сейчас скажу объект, но я не имею в виду именно какой-то предмет неодушевленный Если не любишь объект, съемки и вообще героя кадра То ничего не получится Весной Дарья Латышева открыла для себя новое необычное направление Соларографию Это относительно новое и экспериментальное направление фотографии Самодельные камеры ловят солнечные треки И благодаря определенной технике получается интересный результат Сейчас Дарья пробует сделать несколько экспериментальных работ Есть такой жанр, называется пин-холл фотография Это когда из камеры обскуры делают Ну буквально вот маленький такой приспособленческий фотоаппарат С дыркой, в котором внутри стоит либо пленка, либо светочувствительная бумага И по сути это вот все устройство Это пин-холл называется, или стеноп Некоторые фотографы из Испании в 99-м году начали экспериментировать с этим направлением И обнаружили, что если бумагу оставить неподвижно на очень долгое время Например на месяц То на изображении можно получить солнечные треки То есть как солнце ходит по небу И все вместе это превращается в такие красивые волны над городом Как будто бы ты прям запечатлеваешь вот само время В том виде, в котором мы его не видим чаще всего И меня настолько это заворожило Меня так это захватило Так это увлекло Что я буквально за начало лета То есть до момента солнечного солнцестояния Я написала еще всем друзьям Всем, с кем я работала Кто как-то мог мне помочь Чтобы То есть я сделала ряд таких вот этих соларокамер Они так называются Чтобы разместить их по городу И где, на каких-то высоких точках Так, чтобы их никто не трогал И они могли без движения какое-то время постоять Вот Сейчас мой эксперимент еще в процессе То есть некоторые камеры я уже сняла И посмотрела, что внутри И, конечно, это вообще невероятно просто И в конце этого эксперимента должна состояться выставка Где я покажу, что получилось в итоге Материал набирается очень непредсказуемо Потому что ты никогда не знаешь, что за лето случилось внутри банки У меня были случаи, когда туда попадала вода Там просто все сгнило Была банка, которой склевали птицы Были банки, которые пропадали просто по городу Ну их нет, они исчезли А совсем недавно я поехала, чтобы забрать одну А вся конструкция, на которой она прикреплена была Она просто пропала То есть просто мы взяли И вместе с банкой Ну это Будем продолжать Ставить и надеяться, что наберется какое-то количество материала Несколько лет назад Дарья увлекалась пленочной фотографией И с ней тоже экспериментировала Каждый такой эксперимент – попытка уловить неуловимое Увидеть течение времени Все то, что порой не видно обычному глазу Я ходила, снимала на пленочный фотоаппарат И у меня был такой тоже эксперимент В течение года У меня была одна-единственная пленка Заряженная в один кодек фотоаппарат И я каждый месяц сделала один-два кадра И потом по итогу у меня на всей этой пленке Получился год Который тоже был так растянутого времени И это, наверное, одна из самых таких моих любимых работ Это, может быть, в этом мало художественного значения Или какой-то, ну, такой прям значимости Но вот лично для меня Как творца-созерцателя Эта пленка, наверное, самая вообще дорогая Из всех моих вот этих вот бесконечных фоторабот Это исключительно потому, что это по внутренним ощущениям Это очень сложно транслировать в слова Или как-то пытаться объяснить Потому что все же идет изнутри, правильно? И вообще мы творим изнутри Из собственных каких-то ощущений от мира Вот, и поэтому и пленочная фотография И салурография Это такая очень концентрация на времени То есть на том, что в моменте может быть сложно ощущаемо Но когда ты смотришь на это в проекции Можно просто сойти с ума От красоты или от каких-то осознаний Дарья пока в декрете Несколько месяцев назад у нее родилась малышка Работать в полную силу и браться за новые проекты Пока не получается Появление ребенка помогает правильно расставлять приоритеты И более осознанно подходить к различным предложениям Мир разделился на до и после Но он прекрасно разделился И мне очень нравится, как теперь Потому что многие вещи я смотрю уже с точки зрения матери У меня есть ребенок И сегодня немножечко приукрасилось И теперь по-другому И это же помогает выявлять приоритеты То есть, если раньше я могла брать все подряд Или очень много всего И часто я там как-то снисходительно могла отнестись к проекту Ну и возьму за компанию Я же могу это сделать А теперь я очень четко выявляю А точно ли я это хочу? А точно ли у меня на это есть силы и время? А могу ли я с этим справиться сейчас в моем состоянии? Не настолько ли я устала, что я, например, подведу человека? То есть, помогает распределять более конкретно нагрузку внутреннюю Дарья Латышева – разносторонний творческий человек С детства ей нравилась не только фотография, но еще и музыка С инструментом она не расстается и по сей день И с удовольствием музицирует в компаниях, на камерных мероприятиях, квартирниках Музыкой ведь еще занимаетесь? У вас и концерты проходят, и квартирники То есть, это еще одно увлечение – музыка, да? Да, у меня музыкальное образование Я когда-то давным-давно закончила, с отличием, музыкальную школу по классу Домбре И с тех пор маленький инструмент – это моя большая любовь Потом я училась в музыкальном колледже в Томске В колледже имени Эдисона Денисова Но я его не закончила и ушла оттуда Поняла, что все-таки, наверное, профессиональной музыкой я не хочу заниматься Но музыка осталась как хобби и как такая большая очень поддержка То есть, я всегда везде говорю, что я не автор Я ничего сама не придумываю У меня нет такого навыка и нет вот этого внутреннего импульса Но я хороший транслятор Я транслирую то, что мне нравится Это всякие такие милые песенки душевные Которые можно где-то там в компании с друзьями исполнить Попеть вместе и повеселиться Вот, и из этого выросли потом уже и квартирники Один из первых людей, с кем я познакомилась, когда приехал в Саров Это Сева Смыслов И он тогда занимался квартирниками и устраивал их у себя дома Но поскольку это такой был, видимо, нужный формат И друзьям, и знакомым, и всем-всем-всем Что они стали шириться и шириться больше, больше, больше Квартиры становилось мало Он переходил в какие-то кафе, кофейни, другие места Вот И в тот момент появилась я И как-то так вот у нас все Ну, короче, и больше, больше масштабировалось Что в итоге выросло таких больших прям мероприятий Которые мы сейчас иногда проводим, когда есть возможность То есть, получается, вы исполняете какие-то... Каверы Каверы, да? Песни, которые вам просто нравятся Да, которые мне очень близки И чаще всего это малоизвестные исполнители Которые мне попадаются каким-то вообще чудесным образом Ко мне примагничиваются Вот, попадают мне в сердце И мне хочется их петь Чтобы про них побольше людей узнало Только на укулеле это? Нет, я еще играю на гитаре Гитара была доп-инструментом Укулеле я уже потом освоила сама Это мне подарил мой муж Еще у меня есть калимба Вот, и блок флейта Но это все просто баловство И вообще ничего серьезного Просто мне очень нравится музицировать И хочется делать это почаще Но, к сожалению, времени на это нет Получается, вот понравившиеся композиции Перекладываете на инструмент? Да, иногда бывает, что понравившиеся композиции Например, не существует в подобранном варианте Нигде, то есть нет аккордов И мне приходится подбирать самой Вот Таким образом Люди слышат то, что я хочу Ну, давайте послушаем тогда что-нибудь Давайте Я сейчас, поскольку Опять же, я напомню в декрете Квартирников не проводится Последний проводился аж в октябре И я еще не знаю, когда у меня будет столько времени Чтобы подготовить программу И что-то исполнить такое прям полноценное Поэтому я решила, что очень важно напомнить людям О такой прекрасной песне За авторством Света Бень Она называется «Прощай, Тур де Франс» Самый последний гонщик Тур де Франс За 300 метров до финиша слазит с велосипеда Все равно потеряна победа Самый последний, самый последний гонщик Тур де Франс Нашего не оправдал ожидания Спорту он говорит до свидания Нет ни малейших шансов Нет и вообще ничего И никаких Тур де Франсов Больше не будет в жизни его Никаких Тур де Франсов В жизни его Прощай, Тур де Франс Конец карьере Прощай, Тур де Франс Тур де Франс Как человек творческий, Дарья поддерживает интересные творческие проекты Своих соратников и профессионалов из других сфер Чтобы раскрыть красоту такого городского пространства, как заливной луг Переосмыслить территорию, создать его местом для общения и взаимодействия Был создан проект «Это луг» Дарья Латышева выступила одним из организаторов Мы делали его вместе с соратниками, моими друзьями Машей Зиминой, Алексеем Меркушевым и Александром Аблесимовым Это архитекторы и дизайнеры Это луг прошел в прошлом году И это было такое показательное мероприятие от горожан, для горожан Как можно было бы использовать городские пространства Интересно, весело, здорово, для всех с пользой Изначально идея с лугом, это вообще, она принадлежит ребятам Они сначала водили там, экспериментально получилось сделать гостиную на лугу Это было еще без меня На этой гостиной я с ними познакомилась Потом мы как-то поняли, что у нас есть какой-то мэдж И надо сделать какое-то что-то совместное Ребята предложили, может быть, сделать там квартирник Но в итоге выросло это все гораздо более масштабно То есть там была и выставка открыток с пленочной фотографией, кстати Александр водил прогулки Ребята сделали такую мебель Как бы задизайнили нам луг Для того, чтобы зрительный зал получился таким комфортным И все могли там расположиться Вот, я собрала музыкантов, моих знакомых, поэтов И просто классных людей, которые могут звучать И вот мы собрали вместе такое большое мероприятие Из проектов я больше провожу квартирники То есть у меня как-то получилось, что последние два года Они особенно, видимо, появилась какая-то потребность Опять же у аудитории в том, чтобы и звучать самим И слышать, как звучат другие Вот, и мы на базе «Фотосудья-37» Собирали маленькие такие небольшие камерные мероприятия То есть где-то там человек на 30-40 Когда можно было прийти всем вместе попить чаю С печеньем, послушать поэтов города Каких там музыкантов, опять же Были приглашены актеры драматического театра Наши любимые Еще Дарья Латышева делает украшения Из эпоксидной смолы с травами и цветами К такому увлечению пришла спонтанно В Карелии Дарья собрала травинки Как память о путешествии А потом стала думать, как этот гербарий Можно применить С этого момента она стала пробовать делать Свои первые украшения Мне был известен и до этого Такой способ творчества, как эпоксидная смола И мне очень давно хотелось попробовать самой Я заказала маленькую партию смолы Сначала сделала для себя Друзья, подруги видели на мне Я сделала для подруг, для друзей Потом подумала, что можно, наверное, еще побольше сделать И как-то так оказалось в итоге на городских ярмарках Творчество для Дарьи Латышевой Ее второе я В этом возможность самовыражения Трансляции своего уникального взгляда на мир Возможность найти единомышленников Познакомиться с разными удивительными людьми Дарья признается, что пока ей не хочется заниматься Какими-то новыми направлениями творчества На данном этапе самый главный проект ее жизни – дочка Пока ничего нового мне пробовать не хочется Может быть, кажется, что это много всего Но по факту, если перечислить по пальцам Фотографии, украшения и музыка Они настолько просто все переплетаются во мне Как в творческой единице И органично между собой переплетаются Поэтому, не знаю, пока что мне ничего такого не попадалось Чего бы хотела попробовать Да и сейчас есть чем заниматься на самом деле Наша передача подошла к концу В следующий раз мы услышим новые истории Познакомимся с новыми героями Новыми лицами Лицами Сарова До встречи в следующем выпуске на канале 16 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова